Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри Учись, своя Миша Егор. И сегодня будем смотреть за SF-чиком от профессионального игрока. Это играет Ки Атака, его сигнатурный герой. Он его обожает. Опять же, игрок очень агрессивный плейстайл имеет, поэтому SF-чик ему идеально подходит. И плюс он спамит очень интересный билд через Атос. В каждой игре он это делает. Обычно Атос сейчас покупает чуть ли не на любого универсала. Но SF не универсал, он всё так живо в качом остался. Я вижу, много плюшек поймал от Тавра. Но, однако, всё равно он его покупает. Это должно хорошо смотреться против той же Квапы, что, опять же, герой боится дизейбов. То есть, подойти, нажать Атос, не знаю, там три Кайва в идеале скинуть. Не факт, что она переживёт. Мне бы очень сильно хотелось на это посмотреть, как это работает в реализации. Ну, кстати, извините за голос, что-то немного приболел. Не знаю, слушай на это или нет. В общем, всем приятного просмотра. Всем привет. Вообще, очень интересный старт. Вот эти четыре ореха от Тавра. Вот этот размен тоже сейчас очень интересный. Но есть Феррифайр, так же спокойно выживает. Блинка у КПП нет и в ближайшее время не будет, а Ботул уже летит. Какое-то время назад, я думаю, все бы согласились, что БОПа прямой контрпик СФ в митю. Сейчас, я думаю, многие согласятся, что это не так. СФ на линии выиграть практически невозможно. Слишком мощные статы, слишком быстро разгоняют свой дэмэдж и очень мощный прокаст. Тем не менее, пока что КПП стартует очень здорово. Два дэна и один из них с первой пачки, причем. Там выглядело так, как будто СФ обязан, просто обязан добивать этого крипа. Но нет. КПП с дэна и ЛАИ сейчас 9-2 против 7-0. Огромный молодец. На Акаша. Ну а левел 3 это первый пик силы СФ против миришников. Он, конечно, гораздо мощнее, чем против раншевиков. Но, тем не менее, сразу же начал разыгрывать здесь свои кейлы. И зеркалит руна. И играть причем планирует с ПТ-шкой. Я думал, такой колдунский СФ будет с Атосом. А я сейчас вспомнил. Притаж Атос вид статы хорошее дает. То есть, можно... Ну, такой смешанный дэмэдж иметь. Опять же, из физухи побить. Скайлов там чуть-чуть накидать. Блин, ну кайвы, конечно, он красиво раскидывает. Постоянно прогревает Квапу. Очень агрессивно играет. Ну, вот это чисто поистайл этого игрокам. Причем, на Квапе тоже проигрок. 74 ранг, Никикуу. Он играл в Na'Vi. Вот. Ну, матчап такой, на самом деле, неприятный. Потому что Квапа позицию держит. В идеале, конечно, СФ-чика пикать против каких-нибудь милишников. В первую очередь, какой-нибудь Эмбер приходит. Угоу. На нем очень легко кайвы настакивать. Вот. Ну, собственно, так и делали на Ряде. В основном, СФ такой не самый частый гость. Герой не мертвый, но и не сильный. То есть, такой средничок. Даже, возможно, ниже среднего, как мне кажется. Что что-то его довольно-таки редко пикали. Что на керри, что на мид. Вообще, сколько бы СФ они аппали? По-моему, мы один раз видели, чтобы у него был винрейт больше 50%. На протерекере это продержалось две недельки. Тогда же на просцене его начали пикать. Но тут же перестали. Потому что игры, герой, выигрывать чаще всего отказывается. Очень рискованно, кстати, курьером сыграл. Я вот что вспомнил сейчас, когда начал рассуждать на себе МПТшки. А Киатако все четыре игры, которые он сыграл на этой неделе, сыграл через АТОС. И в большей части из них потом шел физический билд. Ивенрейт, причем, неплохой у него на этом СФ. Вроде 3-1 счет. По винрейту. Так. Клопа не рискует? А, в каррифайер, шелик, потраченный, точно. Да, не, на Клопе молодец, что сильно сыграл. Очень не хватило кого-нибудь мангустик, да? Ну да, неприятно. Ну, хотя бы сейчас встретимся с фауресами. Но опять же, магический СФ сейчас мертвый. Мне кажется, такого понятия вообще сейчас не существует, такое ощущение. Потому что опять же, ну, магический СФ существовал благодаря блинку синему, старому. Сейчас блинк поменяли, и как-то вообще над желанием СФ-мага делать. Вот, ну, АТОС, он опять же дает хорошие статы. То есть, ну, я так понимаю, это такой некий аналог Драгон Лэнса. Вот, как раньше покупали Драгон Лэнс постоянно на СФ-мага. Тоже типа приятные статы. Ну и все, собственно. Приятные статы, хп-шка там. Рейнджа атаки тоже лишним не будет. И вот с АТОСом, по сути, такая же история. Дешевые статы. Их очень много статов. Еще есть активка. Довольно-таки крутая. Как я уже и сказал, против всяких вот таких клоп, которые на три Кайва вот так вот поставляются, чтобы кортик кинуть. Нормально. Отомстил все-таки. Реабилитировался. Заметьте, еще первым делом перчатку принес. Тоже такая частая практика. В последнее время многие перчатку себе сначала приносят. Опять же, на СФ это ну, нормально смотрится, потому что он набивает душ, урона у него очень много. В принципе, куда ему еще дэмэджи? Не хватает только скорости атаки. Вот как раз с атакспидом под душем. Чуть проще там восхитить. Поставил. Поставил вард, стрейфанулся вправо причем. Чтобы Квапу опционально запутать. Я немножко удивился, что он не сретачил с НДН их на этой линии. Потому что передонаясь в Квапу очень и очень легко, как по мне. На СФ-чике. Тем не менее, я пытался постоянно давить. По итогу это привело к смерти, но, как ты и сказал, исправился. Квапа встала как раз в ту позицию, где все три Кайла можно нажать одновременно. Есть точка, причем. Ну, как бы, большая точка нельзя сказать. Область. Достаточно крупная, в которой СФ может зайти с теми тремя кайлами. Есть, кстати, у него телепорт. Он решил ультимейтам откинуться. На СФ ультимейт на шестом уровне уже более чем привычный, потому что душ очень много со второго скила. Раньше, пока ты второй скилл четверку не возьмешь, вообще нет смысла от этого ультимейта. Да, тут ситуативно пришлось прокачать, иначе бы погиб там. Квапа с ультимейтом. Дэмэджи бы там спокойно охватило. В принципе, даже ничего особо не потерял. Вот вернулся пачку уже. Даже ни одного крипа, по-моему, не потерял. А Квапа без ульта вроде играет. А, где же скиллпоинт пока что? Ну да, у нее скиллпоинт был. Она могла вкинуть. И мне кажется, она бы вкинула и дэмэджи спокойно бы хватило там. Хлюпенький достаточно осев был. Так что без ульты сто процентов бы погиб. Знаешь, 8 брони, 1200 хп. Не факт. И как же больно Квапе, бедолаге. Она просто на рейш атаки подошла. Причем он, кстати, вроде бы с выключенной автоатакой играет. Благодаря этому спокойно живет под вражеским тавром. Ничего не опасаясь. Ну, кроме тех четырех орехов вначале. И, кстати, интересное решение от Квапы вот так улететь в замес под тайминг активных рун. По итогу СФ достается руна диспелла. Запущена линия. И СФ сейчас половину этого тавора сожрет. И поверх этого выбит Глиф. Глиф тоже как будто не самый удачный ИС. Можно было чуть получше нажать, когда Крипы будут ближе к СФу. По сути, секунду этого Глифа. Крипы просто пробегли. И стоит, смотрит на противников. С ПТ-шкой на силу. 1350 хп будет. Есть руна диспелла. Есть заряженные стики. И с Клингзом будем прощаться. Очень вовремя здесь бейтик подошел. Ну и иллюзии заряжали. В принципе, он их нажал. Задиспелил всякую. Ну, нефть. Кортик Папы. Попроще стал у вас трещится. Красиво. 4000 нитворса. Ну, приятно всегда смотреть, вот когда игрок очень хорошо так СФ отчувствует. Причем это то, как на редклик. Айтем. Не на универсалах, да и остатки достаточно посредственные. Это 12 урон, 12 креста атаки, если ты не интовик. Но, тем не менее, когда начинаешь закуп с этих двух корон, обнаруживаешь огромный пул хп до 10. И потом с огромным монопулом играешь. Есть персонаж фарм и скиллами, как ми, пока к СФ. То даже с редклик планом все равно очень здорово сработает. Ай, красиво подловили на тамблер с той Квапу. Почти нам могли и без ультимейта СФ убить, ну ладно, в принципе. Ульту все равно реализовать сложно. Главное, что убили, он особо не потерял. Так, и сейчас с Сатосом будет еще проще делать вот такие приколы. Опять же, Квапа, такой герой не любит покупать на сейф. Что-либо, ну, поначалу. Так что она сейчас будет офиговать от жизни. Опять же, под плюс какого-нибудь Течиса. Они ее всегда смогут убивать, по идее. Ему бы дай какой-нибудь. Да, в целом бы ему просто нейтралку бы какую-нибудь. Чет, десятая минута, почти 11-я, без нейтралки бегает. Так, кстати, под АТОС. Нажали смаки с батиком. Попробуют убить кого-то. Хотелось бы Квапу, конечно, подловить. Возможно, она сейчас за баунти пойдет. Нормально, поэтому подловили Клинксан. Хотя еще непонятно, какого подвоил. Провальный файт. Вольта еще в КД. Попыталась ты загоняйте, бетика, но не прокатила. Но все равно идет в четверых баковать. Идти в направлении у него, кстати, забинджено. Он сейчас нажимал. Прям заметил. Он, может быть, Сатосика сейчас убьет. Лича. Скинул бы АТОС в Лича, убил бы его, скорее всего. Ну, Лич умер. Угу, от ультимейта по итогу, шаль экспу за него не дали. Возвращаемся после паузы. Опять же, даже несмотря на то, что он погиб второй раз, у него все еще топ-1 нетворс на карте. Все еще огромный левел. Все еще его тавер в миде стоит, только ВП отсутствует. И, кстати, он нормально так подошел на экспу и на голду за ассист. Ну, просто он рядышком постоял. Ему две сотки насыплю. Опыта тоже очень много. И как раз взял себе еще талант на Кайлы. Плюс 25 к доп. урону за попадание в Shadow Race. Это, кстати, неожиданно чуть-чуть. Ну, опять же, это басовать можно. То, что он эти Кайлы замаксил в приоритете. Купил себе атос, тоже такой под Кайлы неплохо, а этому. Мне кажется, плюс-минус понятна логика. Вот особенно под даггер можно приколы исполнять. Накинул атос. Даггер нажал. Можно сразу ультимейт жарить. Так, из-за какой же лично плотный. Пятая позиция, они еле-еле осилили его. Да не сказать, трекайла и... Полусекунды фокуса от Сларка. Сларк, кстати, пассивочку залутал. Вообще здорово. Так, эры секретили здесь Клинкза. Смок спал, сразу же десты залетели. Ой. Упс. Бочка не тайминговая залетела, из-за этого фраг не достался. Обидно. Ну, у вас хит именно. Ну, вот твой-то не совсем понятно, как убивать. Вот причем здесь против всех хорош. Единственное, Валора аганимная, очень много проблем будет и доставляет. Кстати, а... Еще бы чуть-чуть Квапа порисковала бы и не ушла против этого, извините. Ой, как же сейчас красиво все сделает. Нет, не сделает. Мне ужасно сделали, откинул банкой. И все это вот средний койл не получилось дать никак. Е-мое. Вообще, настолько фричники угол. Мне кажется, стоило ультимейст кинуть, как в прошлый раз. Видимо, рассчитывал на вот этот талант. Что риска и ловочку выдаст за 5 секунд контроля. Ну, это с ранее. Ихранк Петритера пошел смотреть. Я просто уже второй раз не видел, мы недопонимали вот это происходит. Немного недоволен из-за этого. Так, подвою Крикзан. Прикюл. Ну и наконец-то Крикюл достается. Он 5 минут без прагов играл. Ну, пока вы хорошо залетели. Топ, еще и тут подвесил. Плечо. Пассивничку, кстати, в 33-м патче. Сэфо немножко аппля. Когда рядышком вражеские герои погибает, Сэфо получается так. И этот стак разгоняет 3-ть скил, больше при не снижается. Как по мне, очень необычно, что он решил показывать все-таки свой блин к противникам. Я думаю, попрячет его где-нибудь в курьере. А, ну Квапа, кстати, погибнуть хочет сама. Две плюхи дал между Крилами, причем с этой ПТшкой. А, ПТшка была на силу. С ПТшкой на ловкость надежнее выглядит. Даже не думал, что у него скорость атаки впадает на две тычки между Крилами. Ну, а что, самый кайф, что под Аркин руной быстро все откаташится. Еще мне очень хочется обсудить, почему... А то сагнорировали раньше, почему Йола оказались скручены. Кроме того, что Йола когда-то 40 мус-пида давали. Потом они когда-то давали 5 мандоригена. Раньше у Йолов не было области соприкосновения. И СФ, когда нажимает ультимент, именно в момент каста, он получает эффект фейза. И противник спускался прямо в СФ и собирал абсолютно все волны. С Йолами больше так не работает. Так что, в принципе, сравнивать их можем. А как же хорошо. Просто ченят. Не выпускают с контроля Квапу уже который раз. Опять же на Квапе... Всякие Йола вообще не хочется покупать. А Йола не спасут. В чем проблема? Но за диспалитом Йолами Атоса, СФЗ тайминг под его Йола. Ну, кстати, тоже верно. Да. Только БКБ-шка спасет. Но так рано БКБ не может себе позволить на Квапе. Да и в принципе, нажимать БКБ-шку против Йолов или Атоса удовольствие крайне сомнительное. БКБ полу-три минуты, когда ищется. Атос или Йола сто тысяч лет. Из-за этого СФ безумно противный герой. Но с личным может не прокатить. Комбинация, уличие все-таки из 30 килл. Ну, тремя Кайлами попал. Не пассивка для Сларка. Да. Видал, как Сларк ювелирная плюхи отменяет. Угу. Вытащил такие крипа. Настоящий керри. Ультон сейчас может. А будет не стоп, кстати, сэйвить. Слонах на сфере запросто спасет. А. Ага. Сила Фалькона на Аквапе. Если померить придется, скорее всего. Ну, вот, конечно, похилил, он слишком много дэмэджа. Так еще забавно он там... Ну, когда шел, случайно этого вайда типнул. Это крит на войне, на войне играет. Сразу извинился, написал мисклик. Вот это часто такое бывает. Случайно наводишься, типаешь. Самое обидное, если тебя потом в ответ типают. Думаю, что ты, ну... Селенаправленно, типа. Ты тоже долбишь альт каждую секунду, пока придвигаешься по карте? Да, да, там. Для мини-карты, в основном. Асик. Николай, до сих пор живая. Пережила фокус, потом пережила... Молоток Валоре. Кстати, крипы почти съели продажей. ПТ на силу, фалькон, талант еще на силу. Так что, да, сейчас... Это, конечно, почувствуюсь, что она довольно-таки плотная. Сейчас еще ксэнш купит. И тогда будет совсем тяжело убивать ее. А, у нее еще этот, купил сгифт. Тоже дает плотности. Кстати, не травка хорошая. Так сейчас заметил. Опять же, можно на инту вот так вот переключить. И будет плюс 6% урона от заклинаний под кайлы. Довольно-таки приятно. Опа. Тут перешел за руной мудрости. Ай, жалко. Первым кайлом не достал. Возможно, не досталось бы клинозуэта руны. Ну, зато убил. Ну, это та стадия, где жизнь саппорта гораздо дороже, чем руна мудрости. Еще и Квапа в это время погибла от Сларка. Тоже очень приятно. И в кикбай Хекс, чтобы комбинация Атоса работала против любого сало-героя. А здесь реально не законтрить никак. Ах, с Алинкой сейчас суживает. Алинкой можно, но... Все равно есть вероятность, что если Алинка нет с Аупарсой, бьет Алинку Атосом. Ах, очуметь. Блин, круто. Он еще в упор прям к этому вайду был. То есть он не мог редклик нажать. Ну, там такая идеальная дистанция была, что чуть-чуть ручкой не доставал на вайде. А не там шальной башбы выпал, и такого фрага могло не произойти. 1400 здоровья вайду, причем. Ипт-шка на ловкость, Ого-Ракс в рюкзаке был. И в это время у него уже был готов рецепт БКБ-шки, причем. Очень вовременно его подловил. И опять же, то, что на 2к в оранжи хватил, это самый кайф. Даже без трейфов имеется в виду. Просто вот нажал и нажал. Есть БКБ-шки, я не успел нажать. Нажмем БКБ-шку, могли бы про разворот рассуждать, мне кажется. Сларк еще без рюкзаков. Но по итогу справляются. Но как же Теймдилейшн жизнь руинит? Да по итогу нормально, минус 4. Возвращаемся после возрождения. Заспаунилась еще и прекрасная руна. Наверное, секунду занервничал сейчас, когда минерк не шел. Монеры вообще большие любители аркейн или регену тащить. Ну и кайлы с талантом по двум брейсам дамажит невероятно сильно. Ты к этому подвозил мягко? С двумя даже талантами. Опачки. Клопали на того, я попала. Идеально затаймить получилось. Лечение встанели просто. И под аркейн руной самое главное, да. Всего лишь минутку КД подождать. Очень приятно получилось. Даже БКБ-шку как будто лишнее. В одном боте не нажал, здесь кинул БКБ-шку. Но отказится очень быстро. Но как Клинзы раздражают вот эти. Просто вылез из инвиза, нажал W. Нет, Тавра. Нет, следующие пачки. Продожей. На боте среагировать было сложно, просто. Там хрона залетела. Опачки, Ильич представляется. Он пошел в арту, не отмегает. Можно будет ближний кое вымотать. Какое дикое заметло на двух стаках. Это при том, что первый стак не замедляет. То есть он замедлен всего лишь на 15%. Ощущение, как будто бы... Гораздо больше. Запросто забирает активную руну и идет искать... Клопу, которая может качаться в нижнем лесу. А нет, просто качаться пошел. И как раз Хекс уже имеется. Теперь будет очень сложно. На войде против такого играть. Да и на Клопе тоже самое. У них линки нету. Ни у того, ни другого. То есть ССФ может просто за чинь станеть. Хекс, Ультимейт, Трикайвай и все. Никто не должен пережить такое. В случае чего у него есть БКБ? Капец, что. Катрой Кавуору так дамажит. Просто дезолятор и все. Там Клинкзап просто сбривала. На секунду. Но Клинкзап прирост ловкости, по моей памяти, крошечный. Сколько у него там брони? Десятка, плюс шесть от Солера. И вообще на файт даже не смотрит, обратите внимание. Спокойно двигает пачку. Чтобы начал гореть Тавр. Опа. Опа, это комба. Опа. На тоненького хватило дэмэджа. БКБ еще на всякий случай нажал. Мало ли кто-то бы подруинил. Ну, как раз вот под эту комбу можно в сторону точно снести. Может даже две. А, может даже игру закончить. То-... Это смазание. То-... То-... а причем смотришь на на творце героя и нет ощущения что это 29 минута идет невероятно высокие на творце у всех трех город и лавала тоже очень интересно как он этой игре дальше собирался бы продолжал бы разыгрывать колдуна и я переодевался выбрать клик как делал обычно опа а я уже вспоминал слова которые мы прощаемся в конце видосов ты ожидал что могут отрывать 2 плюс 60 и плюс 10 я реплей закрыл и думал что ты не прощаешься вообще ничего думала тогда раскроем на склейку возвращаемся по склейки сравнялись по времени что самое ироничное внушительный процент зрителей уже тоже видос закрыли потому что если верить это выско аналитики как только вот эта сцена где бьют трон сразу же время просмотра вниз обычно до прощения даже не досматривают что их там противники компактной жестко собрались там рошана забрали после вот такого закидона и такое бывает не так сказать крутая выпала конкретно и сэфи сопротивление эффектом уменьшать вот атакому сэфи это нормальная тема сложно признать это конечно в принципе норму давай заодно кстати узнали что он покупал бы дальше если ты гроза тянулась рефрешер а мы там и dark view смотри уже огонь и мульшард практически все купила даггерами даст тип они они могут камбэкнуть у них герои очень хорошо камбэкнуть и лейт потенциал не гораздо круче до уши быть что-то недалеко и куда-то задавили сейчас будет хексик надо без хекса а то с иначе блин могли выиграть мне кажется не значили куда пошли как они оказались вот здесь недавно трон просто дефали с хага не могли выйти а тут просто подражским т2 чит пятером как-то оказались вообще странно в надежде конвейер устроить иногда бывает такое что противники в пятером рисуются и раскидывают телепорта в разные части карты отпущивать линии пармить здесь сначала по это я приглядел радионт очень оперативно стянулись но на этот раз думаю нет дефы пойду нет хрена сферы нет тоже интересный план был до садик я по слишком жирная но и как оставим кайла плюс . слишком много времени 3 тысячи хп блин вообще не по шансам слушай как-то а ну не вроде сварк всех выносит вряд ли закидан повторится оба посталась прям обнял ее забрал гем себе для красивого закупа на творчество больше стал с этим гемом кстати когда предыдущий раз трон кушали если вы был больше на творчеству с ларк сейчас наоборот ну и всем огромное спасибо за просмотр отдельное спасибо за лайки и разумеется мир вам